В последние дни сентября в униклинике Казанского Федерального состоялась уникальная операция. Теперь можно смело подвести ее итоги и зафиксировать последние результаты. А началось все с того, что в кирургическое отделение доставили пациента с жалобами на боли в пояснице. В ходе обследования была выявлена гигантская аневризма, или простыми словами, расширение брюшной аорты с высоким риском разрыва, который сопровождается высокой летальностью. При такой патологии оперативное лечение было единственным способом спасти пациенту жизнь. Недолго думая, хирурги университетской клиники Казань применили уникальную методику во время проведения хирургического лечения пациента с гигантской аневризмой брюшной аорты. Она заключалась в использовании временного шунта на период ареста кровотока в нижней части тела. Особенность такова, что остановку кровотока в теле можно производить только на небольшое количество времени. Это 20, 30, 40, безопасно более-менее. А дальше это становится опасно в связи с тем, что накапливаются вещества, которые по сути начинают угнетать все функции. Для того, чтобы избежать губительного влияния остановки кровообращения при любой длительности пережатия, хирурги применили обходное кровообращение, или другими словами, временный шунт в нижней конечности и таз. Кровь забрали в шунт из подмышечной артерии, проверили снаружи тела и соединили с бедренными артериями, откуда и происходило питание артерий нижних конечностей и органов таза. Шунт – это обход, так сказать, пустить кровоток с верхней конечности в ноги с целью, так сказать, спокойно работать с этой аневризмой, ну, что и было выполнено. Из подмышечной артерии мы, на медленной артерии, включили протезы с обеих сторон, с обеих на обе ноги. И в дальнейшем, во время пережатия аорты, удаление аневризма, пришивание протеза, проведение его на бедра, регирование подвздошных артерий и так далее. После окончания операции признаков постшимической интоктикации у больного не обнаружилось. Опасность данной операции – это высокая кровопотеря. Но благодаря усилиям врачей, часть крови пациента возвращалась обратно. Больной был выписан на седьмой день. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.